Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале ГРТ. В студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах выпуска. Глава ГАГУЗИ Ирина Влах провела рабочую встречу с группой руководителей медицинских учреждений автономии. Сегодня пограничные войска отмечают свой профессиональный праздник. Все православные христиане 10 июня отмечают Вознесение Господни. Храм села Очок Майдан отметили жители населенного пункта. Глава ГАГУЗИ Ирина Влах провела рабочую встречу с группой руководителей медицинских учреждений автономии. На совещании обсуждались вопросы, связанные с динамикой развития эпидемиологической ситуации и проведением кампании по вакцинации жителей от COVID-19. Представители системы здравоохранения проинформировали Башкана о сегодняшнем состоянии дел в здравоохранении. В последние две недели наблюдается снижение количества инфицированных пациентов. На сегодняшний день в COVID-центре Чедерлунги госпитализированы 8 пациентов. Тяжелых больных нет. Позиция Минздрава о закрытии селковых центров на территории Республики Молдово предполагается оставить только в Кишиневе. Я думаю, что с улучшением ситуации и с выпиской последнего пациента доходится это отделение и в Чедерлуге. Оно также будет инфекционным отделением для приема соматических, но уже для приема других инфекций, которые есть у нас в сообществе. Последние 14 дней мы имеем всего 4 случая. Это один случай мы имеем в Копчаке, один случай Копчачьи-Кюри и два случая в Камаде всего лишь. В этом показатель рекордный риск, кем он исчисляется буквально. По Камадскому району 2,8, по Чедерлунскому району 1,5 и по Буквенскому району 4,3. Вот такие показатели у нас на следующий день. У нас все фактические северные пункты, даже регионы находятся в северной зоне. Компания по вакцинации стартовала 2 марта. В ГГУЗИ за этот период первую дозу прививки получили 5884 человека и вторую дозу 2275 человек. Медицинские работники провакцинированы первой дозой на 69,9% и второй дозой на 35,1%. Башкам поблагодарила работников системы здравоохранения за системную напряженную работу и за преданность профессии. А также отметила, что нужно вести необходимую работу с населением и ускорить темп вакцинации. Цифры, о которых вы сегодня будете говорить, я хочу всех вас послушать, я предварительно на них посмотрела. Они, конечно, не особо причиняют, они не радуют, потому что у нас есть в наличии вакцины, потому что количество людей, приходящих в день, окно достаточно маленькое. Тем не менее, мы с вами даже понимаем, что обязанность и ответственность за то, чтобы люди были вакцины максимально вложительные массы. Специалисты Национального агентства по общественному здоровью отметили, что они едут по районам и контролируют ситуацию с вакцинацией. В ГГУЗИ этот процент очень низкий по сравнению с другими районами. Для того, чтобы население активно прививалось, нужно проводить необходимую работу. Единственное, что еще необходимо, это поддержка руководителей территории. Я была лично в Четвергунском районе, там медики практически самостоятельно занимаются, не имея никакой поддержки со стороны примара и руководства района. По словам экспертов, вакцинация даст возможность вернуться к нормальной жизни, и при появлении очередной волны коронавируса ситуация будет более-менее стабильной, так как если будет привито большинство населения, то выработается коллективный иммунитет. Сегодня пограничные войска отмечают свой профессиональный праздник. Его история началась с тех пор, как Республика Молдова стала суверенным и независимым государством. Пограничная служба представляет интересы государства на государственной границе и несет ответственность за выполнение международных договоров и законодательства о государственной границе. Формирование погранвойск Молдовы началось в 1992 году. Помимо того, что региональное управление Юг пограничной полиции Республики Молдова осуществляет пропуск граждан и транспортных средств через государственную границу, также пограничные полицейские выполняют функцию надзора государственной границы, так называемая «зеленая граница». Выполняется это путем назначения пограничных нарядах, патрулирования зоны ответственности, соответственно, пограничной зоны. В 2012 году после обширной реформы на институциональном уровне путем слияния Кагулу, Конечно и Басарабяска было сформировано Южное региональное управление с 12 подразделениями пограничной полиции. Три года спустя, в 2016 году, путем реструктуризации и оптимизации пограничной деятельности, Южный пограничный сектор полиции включен в Южную демократическую республику, поэтому Южное региональное управление расширяет сферу своей ответственности, управляя деятельностью 13 пограничных подразделений. На протяжении одного года в Молдове была пандемия коронавируса. В момент чрезвычайного положения в стране многие учреждения закрывались, но сотрудники контрольно-пропускных пунктов Молдовы продолжали выполнять свой долг. Безопасное несение и защищенное несение службы, как наших сотрудников, так и граждан, пересекающих государственную границу. Пограничные полицейские находятся на первой линии борьбы с COVID-19 и принимают все возможные меры для предотвращения распространения инфекции на территории нашего государства. Пограничная служба – это центральный отраслевой орган публичного управления, входящий в систему государственной безопасности, обеспечивающий реализацию государственной пограничной политики, защиту интересов Республики Молдова на государственной границе, организацию службы по охране границы и законности ее пересечения в установленных пунктах пропуска. Уважаемые коллеги и друзья, сегодня, 10 июня, мы отмечаем профессиональный праздник – День пограничной полиции Республики Молдова. Сегодня особенный день для нас, для тех, кто с достоинством, мужеством и ответственностью обеспечивает порядок на границах страны на протяжении 29 лет. Вы постоянно лицом к лицу встречаетесь с множеством сложных ситуаций, рисков, связанных с профессиональной деятельностью. Вы сильны и вы справляетесь, потому что, находясь на передовой, а особенно в борьбе с пандемией, в пунктах пропуска и на зеленой границе, вы выстояли, вы выдержали. Командование Генерального инспектората пограничной полиции, Министерства внутренних дел Республики Молдова и Регионального управления ЮГ пограничной полиции высоко ценит труд и старания каждого из вас. Все сотрудники пограничных пропусков работают в режиме 24 на 7. Нелегкое дело охраны государственной границы требует прежде всего высоких моральных качеств, способностей к самоотверженности, а главное – четкой мотивации и преданности стране и народу от каждого, кто принимает в нем участие. Елена Радкога, Сергей Георгиев, Мария Казако. Новости ГРТ. 10 июня жители села Чок Майдан отмечают 215-ю годовщину со дня основания населенного пункта и 160-летнюю годовщину храма Вознесения Господня. С двойным праздником жителей поздравила башкан Гагаузи Ирина Влах. Она пожелала им мира в семьях и благополучия всему селу Чок Майдан. Строительство храма Вознесения Господня села Чок Майдан началось в 1845 году и завершилось оно в 1860 году. Особенностью, которую отличает этот храм от всех других, является то, что он не был закрыт в советский период. Богослужения, связанные с венчанием и крещением людей, проходили в нем. Сюда приезжали люди со всей округи. Люди, которые в то время, в советское время, работали тут как старосты, как тот комитет церковный, который был, они говорили, что приходили, ей поставили налог для того, чтобы платить, чтобы если неоткуда платить, закрыли бы храм. И вот они собрали по силу людей деньги, запретили налог, потом пришли и требовали ключи. Но тогда служил отец Тимофей Желиховский, он жил в Карабетовке. И когда пришли, чтобы взять у старосты ключи, он говорит, нет у меня ключей, а у священника, священника здесь нету. На самом деле у старосты были ключи, но он не хотел давать. И вот таким образом они спасли этот храм и не закрыли. Поздравила жителей села Чукмайдан с храмовым праздником Башкан Гагаузи Ирина Влах. Село очень хорошо развивается. Хочу сказать, что жители этого населенного пункта – это очень открытые люди, это очень искренние, трудолюбивые люди, и они достойны жить в хорошем, красивом селе. Я получаю огромное удовольствие, когда приезжаю сюда, еще и потому, что меня крестили в этой церкви, то есть меня очень многое связывает с селом Чукмайдан, с церковью. Я хочу пожелать сегодня всем жителям крепкого здоровья, хочу пожелать благополучия. Село Чукмайдан с каждым годом развивается. За 215-летнюю историю жители смогли преодолеть много трудностей. Сегодня все они сообщат с представителями власти, стараются облагораживать церковь, строить дороги, развивать социальные объекты. Все это делается на благо жителей, отметил примарь Села Чукмайдан Георгий Горелко. Этот праздничный день всегда был ознаменован светом христианских добродетелей, добра, милосердия, взаимопонимания. Я уверен, что вот эти добрые традиции будут сохранены будущим поколениям наших хричан. Ну, желаю селу, конечно, процветания, мира, добра, но своим односельчанам здоровья, радости, веселья, ну и, конечно, уверенности в завтрашнем дне. Село Чукмайдан издавна славится талантливыми людьми. Они сегодня прославляют свой родной край, подчеркнула глава Гагаози Ирина Влах. Очень много известных людей жило и живет сейчас в Чукмайдане, продвигает это село, продвигает нашу Гагаузию. Я горжусь жителями села Чукмайдан, я убеждена в том, что мы вместе с примаром, вместе с жителями сможем сделать так, чтобы в этом селе было уютнее, было комфортнее. Но для нас всегда очень важно сохранять наши корни, сохранять нашу историю, историю нашего села, чтобы наши дети могли гордиться тем, что они выходцы из села Чукмайдан, что они выходцы из Гагаузии. Церковь села Чукмайдан – одно из немногих святых мест Молдовы, названных в честь праздника Вознесения Господня. Люди чтят церковные традиции и поздравляют односельчан и всех жителей автономии с праздником. Господь Бог благословил всех людей со здоровьем, счастьем благополучи, чтобы Господь Бог дал хороший урожайный год, чтобы люди имели чем-то, держать вокруг дома птицы какие-то себе на пропитании. И самое главное – здоровье. Здоровье есть, все с Божьей помощью есть. И чтобы был мир во всем мире, и удача, здоровье Божьей получили всем. Здоровье, чтобы жили здесь, никуда не уезжали, ценили друг друга, любили. Всего самого хорошего. Я хочу им пожелать счастья и много-много добра. Я бы тоже хотела пожелать самое первое – здоровье, счастья, удачи, и чтобы наши села все процветали. Всем жителям Чукмайдана, чтобы здоровье было, успехов, счастья и удачи. Праздник Вознесения Господня символизирует воссоединение Иисуса Христа с Богом после распятия и преображения. Он отмечается на 40-й день после Пасхи. Татьяна Ставилова, Григорий Ставилов, Евгений Мельник, ГРТ Новости. Вознесение Господня – один из 12 важнейших праздников в церковном календаре. О традициях празднования в сюжете Полины Барбовой. Во всех православных храмах в этот день проводятся торжественные службы. Освященники под звон колоколов читают посвященную Вознесению часть Евангелия. Вся Гагаузия празднует Вознесение Господня. 40 дней прошло от Пасхи до Вознесения Господня. Вчера раздавали поминки для усопших. Все покойники в течение 40 дней были на свободе, а сегодня возвращаются обратно на свои места. Сегодня большой религиозный праздник, один из 12 самых главных праздников года. Сегодня и Спас. Вчера в среду раздавали поминки с постными явствами, а в четверг подают разные угощения. Да благословит Бог наших усопших. Вознесение Господне посвящено одному из важнейших евангельских событий – вошедствию Иисуса к престолу Всевышнего и прекращению Его земного пути. Согласно Писанию, приняв казнь и воскреснув из мертвых, Христос в течение 40 дней неоднократно являлся учеником. Так Он укреплял их веру в чудо своего воскресения и подготавливал к принятию обетованного Святого Духа. Затем Иисус Христос собрал апостолов в Вифании на горе Илеон и благословил их. Только после этого Он вознесся на небо. Тогда явились два ангела и возвестили о том, что пройдет время, и Христос снова вернется на землю в зимом облике, чтобы судить живых и мертвых. Полина Барбова, Татьяна Доброва, Андрей Лещинский, Евгений Мельник, ГРТ «Хаберляр». В этом году отмечается 30 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «ГГУ Сьери». Учредителем и редактором издания является общественный деятель Леонид Добров. В первом номере газеты был опубликован полный текст проекта автономно-территориального образования «ГГУ Сьери». 30 лет назад, 6 июня в 1991 году, вышла в свет газета «ГГУ Сьери». Ее учредителем и редактором был Леонид Добров. Первый тираж вышел на русском языке в количестве 5000 экземпляров. В то время печатное издание продавалось в местных киосках по одному рублю. Тираж был 5000 экземпляров. Даже по сегодняшним меркам это не маленький тираж, а тогда это было. Притом уходил тираж мгновенно. Продавались во всех киосках Молдовы, а также мы бесплатно раздавали среди наших друзей на съездах депутатов всех уровней и так далее. Задача газеты была следующая. В первом номере газеты впервые был опубликован наш проект «Автономно-территориальное образование ГГУ Сьери» автора Тавшамджи Добров, и после которого началась новая веха, новая эра в истории гагаузского народа. Газета «ГГУ Сьери» из-за отсутствия финансов и общественного интереса издавалась нерегулярно. Источниками информации данного издания были общественные деятели, региональные дома культуры, музеи, библиотеки, а также информация основывалась на реальных событиях. Газета издавалась вплоть до 1994-1995 год, пока не был парламентом Молдовы утверждена наша автономия и пока не начали действовать структуры гагаузской автономии. По сегодняшний день газета не публикуется, не печатается, только потому, что отсутствует финансовое вливание. Сегодня газета «Гагаузьери» осталась на страницах истории гагаузского народа. Несколько изданий сохранились и у Леонида Доброва. Именно 30 лет назад впервые на страницах газеты появились такие термины, как «башкан», «Народное собрание Гагаузи», «Камрадский государственный университет» и другие. Оппозиционная газета общественного деятеля Леонида Доброва дала толчок в развитии гагаузской автономии, а в те времена – Гагаузской республики. Марина Топал, Григорий Ставилов, Артём Топал, ГРТ Новости. В последнее время большая часть молодёжи увлекается просмотром японского аниме «Наруто». У некоторых данное увлечение переходит на качественно новый уровень, раскрывая таланты в различных областях искусства. Тему продолжит наш корреспондент. Карина Трандафилова японским аниме «Наруто» заинтересовалась пару лет назад. А недавно она попробовала слепить персонажей этого аниме из глины. Это был год назад, когда я попробовала слепить балерину, но у меня получилась лучница. И мне очень понравилось слепить их, потому что вот эта вот гибкость тела или одежда – это всё мне больше нравится. Скульптурная лепка – довольно сложный и долгий процесс. Зачастую на создание одной фигуры уходит не один день и даже не неделя. Однако Карину это не сильно огорчает. Она кропотливо, не торопясь, работает над каждой деталью. Стремительно пополняет свою коллекцию персонажами японского аниме. У меня есть фигурки именно аниме. Они по аниме «Наруто». Я видела в интернете, в Японии продаются именно фигурки всяких персонажей именно аниме. А я так подумала, ну зачем их заказывать, вдруг они там некачественные или ещё какие-нибудь. У меня же есть глина, я же могу их взять и слепить. И у меня тоже будет коллекция, как у некоторых коллекционеров. В результате упорного труда ей удалось достичь уникального сходства своих персонажей с героями аниме «Наруто». Каждого героя Карина сначала воссоздает в виде рисунка и только после этого приступает к лепке. Вот этого персонажа я рисовала дважды. Я его нарисовала вот здесь и ещё на вот этом рисунке. Меньшая часть из них слеплена, но большинство я вряд ли буду лепить, потому что рисунок – это рисунок, а вот как будто фигурка – это другой. И когда лепишь его, как будто меняется мнение об этом персонаже. Первые шаги Карины в данном виде искусства проходили под чутким руководством мамы – мастера по керамике. Она и сегодня является главным критиком и советчиком Карины. Да, с новой стороны очень открылась в области скульптурной лепки. Видать, всё-таки у неё была какая-то внутренняя интуиция, подсказывала, что ей больше нравится скульптурная лепка, чем гончарство или какая-то простая бытовая лепка изделий. Всё это способствовало тому, что у неё интуитивно лепка фигурок превратилась в такое интересное явление. Сама восхищаюсь. На сегодняшний день в копилке Карины имеются более 20 уникальных работ, которые уже заинтересовали известных ремесленников Республики Молдова и Гагаузии. Алена Терзи, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ Новости. В завершении выпуска о погоде. 11 июня в Гагаузии ожидается малооблачная погода. Пройдёт небольшой дождь с грозой. Влажность воздуха составит 75%. Атмосферное давление 754 мм ртутного столба. Ветер северо-западный от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха в Камрате ночью плюс 16, днём плюс 24. В Чедерлунге ночью плюс 15, днём плюс 24. В Вулканештах ночью плюс 16, днём плюс 25. На этом наш выпуск завершён. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин